Больше 400 тысяч рублей. На такую сумму, как доказали судоуследователи, незаконно обогатился мужчина за счет предприятия, на котором трудился. Совмещал трудовые и нетрудовые доходы он на протяжении полугода. Его должность предусматривала закупку запчастей для ремонтируемых автомобилей. На этом он и построил схему, по которой похищал деньги. Айрат Назипов вник в ее суть. Обвиняемый просит не показывать его лица. Говорит, стыдно. Ошибки свои осознал и признал. По придуманной им же схеме мужчина действовал больше полугода. Он работал на предприятии, занимающемся обслуживанием грузовых автомобилей. Совершил хищение путем присвоения беденых ему денежных средств, полученных для приобретения запасных частей на грузовой автомашине с использованием своего служебного положения. У главного бухгалтера обвиняемый брал деньги якобы на запчасти для автомобилей. Позже приносил поддельные чеки. Сначала 16 тысяч рублей, потом 27, 31, 47, 54. Запросы росли как на дрожжах. В общей сложности, как установили следователи, мужчина пакетил 410 тысяч. Желенька, третье, такого прошедшего столетика, при нашей изменении против этой страны, потому что так себя повел. Вину свою обвиняемый признал полностью и уже начал возмещать ущерб предприятию. В настоящее время он находится в поиске работы и обязуется в ближайшее время возместить ущерб в полном объеме, поскольку на сегодняшнее судебное заседание перечислено частичные денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к трём годам условно с возмещением ущерба предприятию. Выплатить ему осталось 390 тысяч рублей. Айрат Назип, Эльвир Сафиульна и Фахри Исламов. Вывозов 112. Вывоз 12.